«Эй ты! А ну подь сюды!» Ликоэль опустил палку, которой пытался отделить от стены кусок съедобного, ну, словно съедобного мха, и, повернувшись, недоуменно уставился на окрикнувшего его бандита. «Это вы мне, уважаемый?» «Да-да, тебе, ушлепок!» Ликоэль шмыгнул носом, вытер его рукавом грязной накидки и двинулся в сторону бандита. «Ты палку-то брось!» Ощерившись щербатым ртом, презрительно ласково посоветовал тот, угрожающе похлопывая по ладони увесистой дубинкой. Ликоэль пожал плечами и выпустил палку из рук. Толку-то с нее! «Вам, уродом вольным! Сколько раз уже говорили!» Начал бандит, крайне неуклюже, с точки зрения одного из руйгат, замахиваясь дубинкой. «Что это место? Эх!» Бандитов было трое. Крупные мужики с накачанной мускулатурой и, судя по шрамам, украшавшим их морды, сломанному носу того, кто обратился к Ликоэлю, к драке явно привычны. Все вооружены палецами, один конец которых был грубо окован металлом. Они пялились на Ликоэля насмешливым, но настороженным взглядом. Так что руйгат даже не запыхался. «Все-все! Зверь! Извини, извини! Не узнали!» Торопливо забормотал единственный оставшийся в сознании бандит, даже не пытаясь подобрать выбитую из его рук дубинку. «Думали, вольняшка оборзел! Все-все-все! Сейчас уйдем!» «Как ты меня назвал?» — удивился Ликоэль. «Ну, это...» — смутился бандит. «Нам-то откуда знать, как вы себя кличите? Вы-то решили зверями именовать. Но мы же по-другому не против. Вы только скажите, как надо, а я мужикам передам!» «Так-так...» — усмехнулся руйгат, присаживаясь на корточке перед бандитом. «Давай-ка подробности». «Какие?» «Почему ты считаешь, что я из каких-то там зверей? И как давно они объявились?» «Короче, все, что о них знаешь. И поподробнее». «Ну да, ну да!» — угодливо кивая, забармотал бандит. «А насчет зверей? Ну, начались тут недавно такие странные дела. Принялись по руинам шляться какие-то мутные типы. Вроде как по одежде и манерам обычные вольняшки. Но если их тронешь, то так вломят, что никому мало не покажется. И самое удивительное, все вроде как поодиночке. На территорию не претендуют, точки под свою руку не берут, данью никого не обкладывают, чего хотят — непонятно. Почти все бандиты пытались их прощупать. Бесполезно. На наезд реагируют резко, но убивать не любят. По слухам, грохнули всего человек восемь. Причем умело, но как-то нехотя. И только тех, кто совсем уже борзел. По этому поводу вожаки даже сходку собирали. Но либо они о чем не договорились, либо договоренности оказались такими секретными, что нас, бойцов, в них решили не посвящать. — Хм, а с чего ты взял, что я из них? — поинтересовался Ликаэль. Бандит осклабился. — Так и вон как нас всех на раз положил. И даже не запыхался. И кто ж ты тогда можешь быть? — Логично. Кинул Руйгат и, поднявшись, пнул два валяющихся тела. — Вставайте уж. Вижу, что очухались. А потом повернулся к собеседнику. — Значит так. Нам ваши шебуршания совсем не интересны. А наш интерес вас совершенно не касается. Пока. Если коснется, предупредим. А в настоящее время просто не мешайтесь под ногами. Целее будете. Сами же поняли, что вы для нас ни разу не противники. А убивать мы умеем. Хотя да, не любим. Без пользы. И если не требуется кого-то проучить. Вот и не нарывайтесь. — Так это... Мы же не против. — отозвался бандит. — Только как вас от вольняшек отличить-то? Вы ж пока буянить не начнете, точь-в-точь как они. Вы уж там какой-то знак, что ли, придумаете. И тогда уж мы ни-ни, даже смотреть в вашу сторону не будем. Лекаэль мотнул головой. — Нет. Не будет пока никакого знака. Так что выкручиваетесь, как сумеете. После чего повернулся и, уже двинувшись, от все еще сидящих на земле бандитов добавил. И... Называйте нас не звери, а руегат. Когда этот непонятный руегат скрылся из виду, мужик со сломанным носом вздохнул и потер крепкими толстыми пальцами свой мощный загривок. — Вот ведь урод! — пробурчал он. — Как сильно приложил-то! Теперь шея два дня болеть будет. — А какого ты на него полез, Сляба? — зло зыркнув на него, спросил другой бандит. — Или не почуял, что с этим лучше не связываться? У тебя ж всегда чуйка лучше всех нас была. — Почуял, не почуял, — угрюмо отозвался Сляба, — что он больно борзый почуял, что нас ни в хрен не ставит, что этот мох съедобный ему нахрен не нужен, и он им занялся, только чтобы мы на него не отвлекались. И чего я должен был это спустить? — Вот и не спустил. Кисло усмехнулся третий, только что принявший сидячее положение, и, вздохнув, подытожил. — Ладно, чего уж там, все мы лоханулись. — Ну что, дальше пойдем, или вернемся в банду доклад делать? Ликаэль же в это время бежал трусой, поставшему уже почти привычным маршруту, напрямик через руины, стороняясь тех проходов, которые местные жители называли коридорами. Минут через сорок он выскочил за пределы руин и двинулся по побережью, огибая густой лес. До новой точки входа в транспортные тоннели ему оставалось еще около полутора часов бега. Ну если, конечно, по дороге не произойдет ничего неожиданного, но это вряд ли. Маршруты патрулей желтоглазых проходили минимум километрах в шести от побережья, на которые захватчики не совались. Они вообще предпочитали не вылезать за пределы своих территорий, что было весьма странным. Зачем они завоевали Олу, если сейчас контролировали всего около двух сотен квадратных километров поверхности планеты, а обустроились лишь на полусотне? Вопрос, ответа на который пока не находилось. Во многом именно поэтому Руйгат сидели в бункере тихо, как мыши под веником, изучая руины только одиночными разведчиками и почти не используя сенсоры. Ибо, как говорили старшие инструкторы, непонятное опасно. А местные обычно кучковались в руинах, опасаясь выходить за их пределы, что, впрочем, было вполне объяснимо. За почти полторы сотни лет полной разрухи в разросшихся по окрестностям руин лесах расплодилось много хищников, а умениями как в изготовлении, так и во владении даже самым примитивным оружием местные обладали не ахти какими. Даже бандиты были вооружены только ножами и дубинками, поэтому при встрече с агрессивной фауной большинство алийцев предпочитали убегать, а не сражаться. Более-менее активные вылазки в руины и окрестные, ну, назовем это места обитания аборигенов, Руйгат начали около месяца назад. Сначала просто для того, чтобы разведать обстановку, завести знакомство, приглядеться. В принципе, кое-какая информация у них уже была. Во-первых, старшие досконально изучили записи, сделанные со станции контроля энергетических полей, прикрывающих кеолы от вторжения. И во-вторых, те же старшие к тому моменту гуляли по развалинам уже более полутора месяцев. Так что каждый из вышедших наружу Руйгат был предварительно ознакомлен с довольно объемным пакетом собранных сведений. Но, как выяснилось, практически после первого же выхода владеть информацией и суметь ее правильно использовать – это разные вещи. Впрочем, во всем произошедшем была немалая, хоть и невольная вина самих старших инструкторов, ибо дело было в том, что они собрали и скомпоновали информацию в соответствии со своим собственным опытом, каковой был куда как большим, чем у любого из их подчиненных. И дело было даже не в участии старших в боях на земле, в обороне или штурме полуразрушенных городов типа Сталинграда или Варшавы, а просто в имевшейся только у них возможности в реальности познакомиться с законами, традициями и приобрести жизненный опыт в двух различных цивилизациях. Благо еще выяснилось это не совпадение теории с практикой с помощью курьеза, а не чего-то по-настоящему опасного. Как оказалось, в сознании как киольцев, так и жителей Олы было накрепко вбито правило, что деятельно разумный мужеского полу, не имеющий постоянного партнера, не имеет права отказать деятельно разумной женского пола, предложившей ему ночь любви. Вследствие чего первая партия вышедших наружу Руйгат в первую же ночь оказалась буквально изнасилована местными дамами. Причем, в отличие от поголовно стройных и красивых киолог, пышные алики, проявившие плотский интерес к Руйгат, почти стопроцентно являлись владелицами тошновок, ночележек, прачечных и иных предприятий малого бизнеса и имели, мягко говоря, малопривлекательную внешность. Киольцы восприняли их как страдающих какими-то болезнями или генетическими сбоями, но отказать им они все равно не смогли. Так уж привыкли. Причем в некоторых случаях дело не обошлось только, так сказать, психологическими травмами, а дошло и до телесных. После того, например, как некоторые из Руйгат по все тем же киольским традициям разделили вторую ночь с подкатившими к ним на утро соседками предыдущих партнерш. Вполне себе привычный киольский вариант. Провели ночь, разбежались, а следующую уже дарят другой. Но на Оле, как выяснилось, за прошедшее после потери время сложились совершенно другие традиции. Так что многим из Руйгат пришлось выскакивать из обиталищ, в которые их приволокли новые дамы, без штанов и нестись по руинам, сопровождаемыми громкими воплями обманутых в лучших чувствах партнерш по предыдущей ночи. А кое-кто вообще получил по горбу шумовкой или стиральной доской. Как было сказано, закабелизм. Короче, проржавшись, старшие инструкторы признали собственную недоработку, вследствие чего вылазки Руйгат отложили на неделю, за время которой были проведены дополнительные занятия и сделана небольшая этическая коррекция, допускавшая не только отказ соискательницы, но и, так сказать, принятие мер физического воздействия в том случае, если она продолжает настаивать, и не только в отношении интимной близости. После чего ситуация быстро нормализовалась. Нет, это не означало, что Руйгат напрочь отказались от сексуальных отношений с местными. Но теперь они сами стали определять, когда, с кем и как надолго, хотя частота и продолжительность подобных контактов заметно снизилась. В первую очередь потому, что даже самые симпатичные представительницы Алиек все равно не дотягивали до уровня, даже средней для Кеолы внешности. А что касается характера и личных устремлений, которые, как это не покажется кому-либо странным, играют в привлекательности партнера куда большую роль, чем красота, но если ты планируешь отношения с этим партнером как длительные, с этим дела обстояли еще хуже. Местные уроженки были настроены либо подмять этакого красавчика под себя, сразу же сообщая парням о намерении их кормить, вообще содержать, взамен требуя не столько даже верности, сколько беспрекословного повиновения, или наоборот, собирались за счет партнера повысить свой уровень жизни и статус в обществе. О любви, даже той искусственной и поверхностной, которая имела место быть на Кеоле, речи вообще не шло. Чистая прагматика. Так что к настоящему моменту Руйгат уже относительно обжились в руинах и приступили к выполнению той задачи, которая была перед ними поставлена землянами, а именно к отбору кандидатов. Но им пришлось столкнуться с проблемами. На момент выхода Ликаэля в рейд удалось предварительно отобрать всего человек 70. И это предварительно. Потому что даже из этих 70, по прикидкам старших инструкторов, отсев мог составить не менее половины, а скорее и вообще две трети. То есть реально пока можно было рассчитывать на 20-30 новобранцев. Нужно же было в сто раз больше. Около двух с половиной тысяч. И это только в боевые подразделения. Но ведь были и другие. Отвлекать уже обученных Руйгат на обслуживание промышленного и энергетического оборудования и выполнение сервисных обязанностей было крайне неразумно. Нет, сейчас, когда это оборудование нужно распаковать, установить, настроить и запустить, деваться было некуда. Потому что вряд ли среди местных могли бы найти специалисты с необходимым уровнем подготовки и должными навыками. После почти полутора сотен лет деградации-то. Но потом, позже, когда все будет запущено и начнет функционировать практически в автоматическом режиме, требуя только регулярного выполнения примитивных действий типа загрузки сырья, выгрузки изготовленной продукции и транспортировки ее на склады, использовать для этого Руйгат будет просто вопиющим расточительством. Но подпускать к оборудованию, да и вообще запускать в бункер тех, в ком не было достаточной уверенности, стало бы еще большей глупостью. Они же находились на враждебной территории, не так ли? Так что все будущие технические работники тоже должны были пройти отбор, несомненно, совмещенный с подготовкой. А как же иначе? Как еще понять, какого человек, не испытав его, то есть не поставив в условия, когда ему потребуется выложиться до конца, вывернуться наизнанку, проявить всего себя до донышка? То есть число необходимых кандидатов сразу увеличивалось еще человек на 200-300, а было 70, из которых в принципе должно было остаться в среднем 25. И как быть? Впрочем, многие Руйгат к отбору еще не приступали, продолжая осваиваться в незнакомой среде. Даже сам Ликаэль пока предварительно пообщался только с парочкой человек-извольняшек, как их здесь называли, и наметил еще троих, которые, судя по тому, как их охарактеризовали его собеседники, большинство из которых, кстати, составляли женщины, могли бы подойти в качестве кандидатов. И такое положение дел было характерно для всех. Подавляющее большинство источников сведений у уже приступивших к отбору Руйгат было именно женского пола. Только старшие инструкторы умудрились создать себе сеть, существенную часть которой составляли мужчины, а у тех, кто родился на Киоле, отчего-то взаимоотношения с ними не заладились. — А потому что вы с нормальными мужиками общаться не умеете, — заявлял мистер старший инструктор Банк. — Вы же сначала себя ведете, как пенчухи. Глаза там отводите, голову опускаете, молчите, а едва на вас наезжать начинают, сразу резко хрясь вгрызла. А так нельзя. Надо сначала друг на друга поорать, пообзываться, бандой своей или крышей покичиться. Да и после того, как вгрызла дал, поди чуть на попятный, выпивку мужикам поставь, поржи с ними, и все нормально будет, понятно. Но пока его науку никто из Руйгат так и не освоил, хотя ходили слухи, что у кого-то все-таки начало что-то получаться. До нового спуска в бункер Ликаэль добрался уже в сумерках. Он был расположен в трех с половиной часах пути от основных населенных районов руин, но это его, Ликаэля, быстрым темпом. Местные вряд ли бы затратили на дорогу менее светового дня. Уж больно слабыми и хилыми они были в основной своей массе. Ну да, голодное детство, практически полное отсутствие медицинского обеспечения и коррекции развития, несбалансированное питание, плюс копившиеся на протяжении нескольких поколений генетические сбои, и на какой еще результат, кроме нынешнего, можно было рассчитывать в подобных условиях. Хотя и в руинах попадались весьма впечатляющие экземпляры, во всяком случае, с точки зрения чисто физических параметров. К сожалению, подавляющее большинство таковых в кандидаты в Руигат оказалось совершенно непригодны. В первую очередь, по морально-психологическим показателям. Впрочем, Герр, старший инструктор, бурчал, что господин адмирал чего-то уж слишком намудрил с требованиями. И не из такого тупого мяса солдат делали. Оборудование нового входа в бункер было закончено около недели назад, перед самым рейдом Ликаэля, после чего те три спуска, что использовались ранее, перевели в разряд резервных. Пропускная способность двух из них составляла всего лишь два десятка человек в час, потому что главным при их обустройстве было обеспечить максимальную безопасность и маскировку. Третий же, через который, кстати, и проходила разгрузка корабля, вообще располагался под водой и с поверхности был недоступен, или вернее, если учитывать возможности, Руйгат труднодоступен. Ибо каверна, ведущая во впечатляющий шлюз, начиналась на глубине почти 20 метров от поверхности воды в довольно большом проломе. Так что в свете планируемых изменений численности, едва только обустройство бункера было в первом приближении закончено, Руйгат начали прокладку нового входа. И не наобум, а тщательно прочесав окрестности и выбрав наилучший из оцененных вариантов. Особое внимание также было уделено маскировке. Поэтому портал был устроен в одном из боковых русел большого оврага, заваленного строительным мусором, в котором были прокопаны скрытые проходы. При первом взгляде они казались естественно образовавшимися вследствие слеживания, обрушений и проседания крупных нагромождений, нежели специально устроенными. Кроме того, по пути к оврагу и в нем самом было устроено несколько замаскированных дотов, оборудованных системами наблюдения. Как уже упоминалось, Руйгат пока старались как можно меньше светиться. Старшим секретом, прикрывавшего подходы к порталу, сегодня оказался Шорей. Мастер увидел его, только когда подошел практически вплотную, да и то лишь потому, что дозорный поднял руку, обозначая приветствие, и откинул маску. Иначе его было не разглядеть. Новые маскировочные накидки работали выше всяких похвал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова